Всем доброе утро! Изабелька, скажи, всем доброе утро! Всем доброе утро! Изабелька, куда ты идёшь? В садик идёшь? Теперь одела лосинки, которые вчера купила ей. Идёт теперь важная девушка. Всем ещё раз привет-привет! Нахожусь сейчас я в зале. Дети делают, кто-то уроки делает. У нас, кстати, тюль, вернее шторка. Дети оборвали, вчера играли. Нужно пойти в подвал и взять такие вот штучки, чтобы обратно зацепить. И штучки куда-то дели. Да, дермачочек? Кто? Кто тянет за шторы? Изабель, наверное, да? Нет, это папа сделал. Папа оборвал? Вот так вот у нас тоже бывает. Дермачок сейчас делает уроки. Изабелька... Я рисую! Рисует. С садика пришла. Да, Изабель? Да. Вот. Сейчас пойду я на кухню готовить, кушать. Хочу сделать пирог с картошкой, с мясом. Прописал 8? Да. Букву А теперь прописывай. Вот в этой эльтер-мапе. Изабелька у нас рисует. И потом читать. Да. Сегодня забрала ее пораньше с садика, потому что у нас произошел инцидент в садике. Я, когда шла со школы, мы идем всегда одной и той же дорогой, и увидела, что Изабель меня увидела. Изабель стояла одна в той части садика, вот на... Сейчас объясню. Вот у нас стоит садик, да? И когда дети выходят на улицу, они как бы гуляют за забором. Забор невысокий. И когда я повернула голову, я увидела, что Изабель стоит прилипший к забору. Вот так вот и кричит, мама, мама. И в этой части садика она находилась одна. Она находилась одна. А все дети были в другой части садика. И воспитатели тоже были в другой части садика. Она находилась одна. Я не видела, чтобы там кто-то был. Потому что они находились внизу. Изабелька стояла одна. Но мне не составило труда перетянуть ее через забор. Я ее перетянула. Мамочка... Да. Мамочка увидела, что я перетягиваю ребенка через забор. Пошла в садик и сообщила садике. Ну, в принципе, я туда тоже шла. Я не шла домой, чтобы забрать ее и уйти. Я шла в садик, чтобы сказать, почему мой ребенок находится один на улице. Потому что я никого не видела. Они сказали, нет, все дети находятся на улице, но только все дети гуляют с другой стороны. А она, получается, была наверху, а все дети были внизу садика. Мы зашли, но воспитанник сразу говорит, вот, Изабель нас не особо понимает на немецком. Она... Она... Мы ей сказали, что пошли туда. Она или не поняла, или не услышала. Ее вот надо водить за руку. Ей надо показывать. Она не особо понимает немецкий. Да, может быть, как бы... Это и моя одна проблема, да, что она не все понимает на немецком, что и как. Я потихоньку... Я... Молодец. Я... Я потихоньку с ней занимаюсь, но... Даже если она не особо понимает по-немецки, это не означает, что ребенок должен стоять один в другой части садика, там, где нету взрослых. И что, если бы... Если бы шла, например, не я, а шел кто-то другой, перетянул бы моего ребенка через забор. Забор, я вам говорю, забор невысокий. Мне, например, ну вот... Да какой? Чуть выше пояса забор. Перетянул бы ребенка и увел бы, если бы не эта мамочка, которая шла в садик за ребенком. И все, и ребенок бы исчез и пропал. Вот. Поэтому не очень хорошая ситуация, но ничего не сделаешь. Поговорила я с ними. Надеюсь, они будут более к ней относиться лучше. Не оставлять ее одну. Там большая А и маленькая А. Пиши. Сначала маленькие А пропиши. Угу. Угу. Видео я... Сегодня у вас, кстати, уже четверг. Завтра будет пятница. Завтра получится. И у нас неделю каникул. Как? Три дня? Нет. Завтра получится и все. Каникулы. 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 А можно к моему другу? Друг уезжает к бабушке. Он же тебе сказал. Мы в этот... Если тепло будет, пойдем на велосипедах кататься. В этот лаоцентр сходим. Нет. Давай на все. Короче, надеюсь, на каникулах я уже начну вам снимать видео. Потому как это время я не снимала видео. Я занималась с детьми. У меня получается так. До обеда я, как сайгак, по квартире бегаю. Убираюсь. Когда кушать готовлю. Когда не успеваю кушать приготовить. Потому что уборка, стирка, глажка. Сами понимаете. Да. До обеда времени мало. А тут недавно еще случился инцидент со мной. Что я пошла, отвела Изабельку в садик. Прихожу домой. Вижу, что у нас перед дверью листья лежат. Я забежала домой. Взяла веник. Совком выскочила. И дверь захлопнулась. А ключи остались внутри. Хорошо, что хоть я взяла с собой телефон. Я позвонила Саше. Саша пришелся с работы. Приехать. И меня спасти. Потому что это было 8 утра. Хорошо. Потому что... Потому что это... Пришлось бы мне до вечера сидеть. Ермачок, давай сначала ты пропиши. И потом будешь этот... Ермак. Сначала пропиши букву. Потом уже ниже будешь делать. Вот. А потом получается я иду забираю Ермака с садика. Потом приходим домой. Ой, со школы. Потом приходим домой. Начинаем делать уроки. Потом приходит Климушка. Я бегу за Изабель в садик. Забираю ее. Приходим домой. Я потом с Климушкой занимаюсь. Потом с Ермаком мы читаем. Потом с Климом мы читаем. Потом с Климом мы упражняемся. Пишем сочинения, диктанты. Он читает. Ну короче, занимаемся по полной программе. И время мы читаем. Занимаемся до пяти где-то вечера. Когда на тренировку надо срочно, быстро их везти. Когда нужно съездить закупиться. Сегодня нет. Вчера была тренировка, но вчера не пришли, потому что папа поздно пришел. И Саша тоже поздно приходит. И получается, что ничего мне не получается снять. Куда-то пойти. Потому что вы знаете, школа и школа. Тем более четвертый класс заканчивается. Нужно в пятый класс уже идти. А чтобы пойти в пятый класс, нужно хорошо заниматься. Чтобы хотя бы в среднюю школу пойти. Ну вот мы сейчас и занимаемся. Также с Ермаком занимаемся. Потому что первый класс важный. Как говорится, как стартанешь, так и пойдет. Эта с Климом у нас получилось так, что мы только приехали в Германию. И я ничего не понимала, ничего не знала. Как и что, какая система тут. И вот Климушка уже прибежал. Все, Клим пришел и сейчас начнется у нас дурдом. Когда все вместе собирается, это кошмар какой-то. Но быстро договорю вам, пока у них там война не разразилась. Вот. И когда Климушка у нас пошел в первый класс, было конечно очень тяжело. В чем ему было тяжело, мне не особо. Ему было очень тяжело. Это тоже моя ошибка. Потому что Изабелька была маленькая и нифига ничего не понимала. Что и как. И получается ребенок пустился на самотек. Ну, учится он в принципе нормально, неплохо, нормально учится. Но, конечно, если бы я с первого класса им занималась, то, конечно, он учился бы очень хорошо. Сейчас я не хочу, чтобы повторилось это с Ермаком. И поэтому с первого класса, с первого дня я начала заниматься с ним. Так же, как и с Климушкой. Каждый день мы делаем уроки, я проверяю, полностью контролирую всю их жизнь. Хожу каждый день в школу, разговариваю с учителями. Не каждый день разговариваю, но раз в неделю разговариваю. Что с Климушкиной учительницей, что с Ермачковой учительницей. Разговариваю. Так что, сейчас будем делать уроки. Побегу делать я пирог с мясом, с картошкой. Не знаю, если успею еще блинчики сделаю. Ну, посмотрим. Надеюсь, все получится. Сегодня у меня еще очень много дел. Еще хочу съесть на тренировку. Надеюсь, я успею на тренировку поехать. А вы нет. А вы нет. А вы вчера должны были ехать. Теперь только завтра поедете. Так что, идем заниматься. Климушка сидит и учит уроки. Да, Климушка? Угу. Я спекла пирог. Сейчас я вам его покажу. Вот так он выглядит. Пирог с картошкой, с мясом. И сделала еще сырнички. Немножко они подгорели. По телефону болтала. Пришла я домой с тренировкой. Вся красная. Вот, все мои уже спят. Кроме Саши, конечно. Сейчас хочу быстро показать. Я не помню, показывала вам сумки, маски. Одну маску мы сегодня купили. Одну маску мы перед этим покупали. Вот такую вот. Я выбрал маску. Эта маска стоила 1 евро. Вот такая вот она. Вот этикетка. Такая вот. Страшная маска. Он пойдет в ней на Хэллоуин. Климушка купил сегодня маску. Вот эта маска мы купили в Кауфланде. Она стоила 6 или 7 евро. Этикетку уже оторвал. Сейчас я одену и покажу вам. Это правда страшно. Капец. Потом Климушка купил себе еще. Вот такой вот мачете. Оно пластиковое, но выглядит как будто бы дерево. Оно стоило 5 евро. Тоже в Кауфланде. Изабельке мы маски не покупали. Я хочу купить ей какую-нибудь корону. Если, конечно, успею. Интересно. Так как она будет в шапке, я ее лучше, наверное, личико раскрашу. Не будем этот. Мы как-нибудь накрасимся. Интересно. Вот. Платье у нее черное есть. В принципе, дети будут одеты. Так как холодно, да, уже будет. Не знаю. Может какие-то накидки потом еще посмотрю. Ну, пока так. Так. И купила вот такие вот им три сумочки. Они стоили по одному евро каждая. Вот. Будут сладости собирать. Надо еще, кстати, съездить будет в магазин накупить сладости. Потому что Саша будет дома. Я пойду с детками сама. Вот. Саша будет дома, ждать деток. Так что буду с вами на этом я прощаться. Увидимся с вами, надеюсь, завтра. Завтра что-нибудь, может быть, будем готовить. Посмотрим. Не будем загадывать. А то, как загадаешь, все равно ничего не получается. Хочу вам пожелать впереди у нас будут выходные. У вас тоже. Хороших вам выходных. Всего вам самого хорошего. Всех целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok